МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незаведенные автомобили, ученики в школах, несмотря на отмену занятий и ажиотаж в Бумж-центре, вторник стал самым холодным днем декабря, как пережили кировчане экстремальные морозы до минус 40 градусов. 2000 полицейских, 500 дружинников, 50 чоповцев и особое внимание безопасности населения. В преддверии праздников Игорь Васильев поручил силовикам обеспечить максимальный порядок. Один человек погиб, и еще один получил тяжелые травмы. На трассе Вятка снова произошла серьезная авария. Подробности в рубрике «Место происшествия». Случатся ли задержки единовременных выплат, о которых сегодня начали писать федеральные СМИ в Кировском пенсионном фонде? Прокомментировали слухи. Первый сезон самого романтичного шоу первого городского канала подходит к концу. Финальный выпуск проекта «В активном поиске» выйдет в эфир уже в это воскресенье. О главных событиях вторника 20 декабря расскажет информационный канал «Город» в студии Артема Паникаровских. Здравствуйте! Вторник в области стал самым холодным днем декабря. Местами температура понизилась до отметки в минус 40 градусов. Уроки в школах отменили практически для всех учеников. Дорожной полиции автолюбителям рекомендовали отказаться от поездок, а специалисты МЧС посоветовали даже из дома не уходить без необходимости. Впрочем, запреты и рекомендации услышали далеко не все. Некоторых низкие температуры вообще застали врасплох. Как жители города проводили день экстремальных морозов в репортаже Никиты Тузова. «Газель» с разделительной полосы на Октябрьском проспекте приходится увозить на автоэвакуаторе. Не получилось завести из-за мороза. Почему именно не заработал двигатель, сел аккумулятор или замерз бензонасос? Проверять, по словам водильца, самим нельзя. Машина совсем новая и еще на гарантии. Поэтому и пришлось таким способом ввести небольшой грузовик обратно в автосалон. По крайней мере, пусть сами смотрят, потому что мы ее сами не имеем права, по идее, там, не дергать, не заводить. Так, машина гарантийная. С тем, что авто не завелось, столкнулись многие водители города. А просьбами помочь в этом соцсети пестрят с самого утра. Некоторым владельцам машин низкой температуры не помешали. Скорее всего, именно те, кому запустить двигатель удалось, чаще всего и выкладывали в интернет фотографии с показателями температуры. Местами по области она опускалась до минус 39 градусов. Хотя, если бы не нужда, от поездок в такой мороз, они бы предпочли вообще отказаться. Это хозяйка надо в поликлинику отвезти. Вот я из-за этого только заводил. Вот так, чтобы что. На пенсии тут к нам некуда спешить. Сократилось и количество общественного транспорта. 8% автопарка не смогли выйти на линии. Те, кто все же выехал на улицу, столкнулись с другими проблемами. На некоторых перекрестках светофоры работали со сбоями. Горели сразу всеми цветами. Местами ехать приходилось буквально на ощупь. На морозе выхлопные газы, особенно от крупного транспорта, становятся непрозрачными. Нужно помнить про то, что выхлопные газы автомобилей образуют паровые облака. И это может быть очень опасно, особенно при проезде перекрестков или основок общественного транспорта. Где в таком облаке может находиться или пешеход, или другая автомашина. В большинстве школ города из-за морозов полностью отменили занятия для всех учеников с 1 по 11 класс. Сами педагоги на работу, конечно, вышли. В пустые классы. Но нашлись и дети, которые пришли, несмотря на холод. Учителя смеются. Это скорее не тяга к знаниям, а невнимательные родители. Остальным и для своих детей, и для самих себя пришлось в спешном порядке доставать теплые вещи. Не стал исключением и вятский модник. Сегодня его наряд не обошелся без пальто на меху. Говорит, если б не скука, так и остался бы дома. Мороз – это дело хорошее с одной стороны. Но у меня есть печка, поэтому я ее топлю. А сейчас вот еду в библиотеку, там посижу у компьютера в тепле. Если большинство кировчан смогли отказаться от выхода из дома или остаться в тепле, то есть и такие, кому в принципе идти некуда. Большую часть времени лица без определенного места жительства проводят на улице. Например, возле теплотрасс или в тепловых камерах. Говорят, и пункты обогрева очень помогают. Ну вот, да, трудно мне бывает. Вот прихожу раза два-три в неделю, чтобы обогреться. Администрация очень хорошая. Постоянно все тепло. Горячие пирожки, печенье, все есть. Ну, знаешь, в одежде. Одежду дают. Я бы не сказал, что резкое увеличение людей есть, но тем не менее, конечно, на один-два человека количество приходящих на обогрев увеличилось. Ну, это связано, в первую очередь, с тем, что мы расположены довольно-таки далеко от центра города, и добраться до нас не так просто. Тем временем медики уже отмечают рост числа жалоб от Кировчан на обморожение. Только за прошедшие сутки амбулаторное лечение прошли шесть человек. Это почти пятая часть от всех обращений с начала месяца. Чтобы не стать жертвой морозов, тем, кто вынужден работать на улице, приходится вносить коррективы в обычный рабочий процесс. Из-за экстремально низких температур приходится даже отказываться от традиционных канонов журналистики. То есть, по правилам, обычно корреспондент в кадре не должен появляться в шапке, но уж извините, на самом деле очень холодно. Впрочем, по прогнозам, метеосайтов такие морозы продлятся недолго. Уже в среду после обеда температура может подняться до минус 8 градусов. В четверг снова обещают похолодание. И уже к выходным ожидается, что столбик термометра снова приблизится к нулевой отметке. Никита Тузов, Дмитрий Анциферов, информационный канал, город. Официально семя, по факту, гораздо больше. В Кирове начали работать елочные базары, но перечня разрешенных мест для продаж в городе придерживается, по всей видимости, далеко не все. Открывшиеся елочные базары будут работать с 20 по 31 декабря. Именно такие даты фигурируют в схеме размещения нестационарных торговых объектов. В документе также указаны и официальные места продаж. Это улица Лепсия в сквере у 3-го дома, в районе 149-го дома по улице Московской, в сквере у дома культуры Металлургов, Павла Корчагина, 215, улица Баумана в районе 5-го дома и на территории Центрального и Октябрьского рынков. К сведению покупателей, у продавцов должна быть информация, от какой организации ведется торговля, откуда привезена ель и по каким ценам продается. Ранее мы озвучивали, что средняя цена за полутораметровую ель колеблется в районе 700 рублей. 2000 полицейских, 500 дружинников, 50 чоповцев и особое внимание безопасности населения. В преддверии праздников Игорь Васильев поручил силовикам обеспечить максимальный порядок в местах массового скопления людей. Совместное совещание с сотрудниками МЧС, ФСБ, МВД прошло в стенах правительства. На встрече прозвучало, что традиционные места массового скопления людей должны быть обследованы кинологами. В большинстве должны быть организованы пункты контроля и пропуска. На каждом из мест побывают также пожарные. Всем ответственным поручено быть готовыми и к режиму ЧС, например, в случае необходимости усилить контроль. Сказано также, что с 27 декабря по 9 января в Кирове будет проведено больше тысячи массовых мероприятий. За порядком будут следить 2000 полицейских и 500 дружинников. Поиск кредитора и уменьшение количества чиновников из-за сложного бюджета. Городской администрации предложено сократить расходы на себя на 5,5 миллионов рублей. Подробнее об этой и других новостях расскажем далее в рубрике «Короткой строкой». Хоккейная команда «Родина» планирует войти в тройку лучших команд чемпионата России. Об этом сказано в документе, который подготовили члены попечительского совета команды. В стратегии развития до 2020 года также говорится о том, что ставку клуб будет делать на собственные кадры и максимальную экономию. Также отмечается, что бронзу на чемпионате Кировская Родина получала 10 лет назад. В нынешних соревнованиях на финальный этап команда рискует не попасть. Следствие просит продлить арест Никиты Белых в связи с продолжением расследования. Ходотайство уже направлено в Басманный суд Москвы. Решение будет принято 21 декабря. Напомним, Белых находится под арестом в Лефортовском СИЗО с июня. Кстати, сторона защиты и возлюбленная экс-губернатора планируют провести на неделе пресс-конференцию. Екатерина Рейферт уже не в первый раз настаивает, чтобы из СИЗО Белых перевели на домашний арест в связи с состоянием здоровья. Поиск кредитора и уменьшение количества чиновников. Ввиду сложного бюджета городской администрации предложено сократить расходы на 5,5 миллионов рублей. В данный момент инициатива обсуждается, но в пресс-службе пояснили, что идет речь о сокращении штата чиновников и их аппаратов. Также стало известно о том, что администрация Кирова готова взять 200-миллионный кредит для погашения бюджетного дефицита и долгов. На ежегодную новогоднюю кремлевскую елку в этом году собираются поехать 53 школьника из Кировской области. Среди них отличники, победители соревнований, конкурсов, дети из социально незащищенных и многодетных семей и дети-сироты. В правительстве уточнили, в Москве кроме главного события школьники побывают в музее-экспериментариум и оружейной палате. На поездку правительство Кировской области выделило почти полмиллиона рублей. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Один человек погиб, и еще один получил тяжелые травмы в ДТП в Юрьянском районе. Там водитель «Жигулей» шестой модели врезался в фургон. Подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. По информации ГИБДД, авария произошла в понедельник в 6 вечера на 398-м километре трассы «Вятка». Пенсионер за рулем классики решился на опасный маневр. Водитель автомобиля ВАЗ-2106, по предварительным данным, пытаясь развернуться от правого края проезжей части, в зоне действия дорожного знака «Обгон» запрещен. Выехал на полосу встречного движения, где и совершил столкновение с фургоном «Даймер». В результате происшествия водитель «Лады» погиб на месте. Его пассажирка получила травму, была госпитализирована. Сейчас по факту смертельного ДТП проводится проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В Кирове на «Митсубиси Аутлендер» передвигается группа вооруженных людей из Ижевска. Такую ориентировку отрабатывали сотрудники войск нацгвардии на улице Ленина. Машину вскоре нашли, но водитель иномарки устроил погоню на высокой скорости. Из машины выходим. Как выяснилось, в отношении одного из мужчин из «Аутлендера» возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается. Хотел повторить трюк из любимого фильма «Форсаж». Пьяный водитель 14-й на улице Мельничные. Правда, Киров не Токио, и вятский дрифтер не учел суровые дорожные условия. На гололюде он потерял управление. Машину занесло, и на повороте она врезалась в ладу Гранта. А как поняли, что водитель пьяных, что ли? Так я вышел, он уже, говорю, очень пьяный. Чего-то не упахло. Чего-то хотел рассказать, договориться, может ли? Нет. Он в машину сразу сел. Я единственное, сказал, что куда ты гонишь. Он, и все. Пьяный виновник аварии предпочел молчать. Теперь ему грозит лишение прав и штраф. Также придется раскошелиться на ремонт своего авто, а также на оплату услуг эвакуатора и штрафстоянки. Случатся ли задержки единовременных выплат, о которых сегодня начали писать федеральные СМИ в Киевском пенсионном фонде, прокомментировали, в какие все-таки сроки и в каких объемах пенсионеры Киевской области получат выплаты. Напомним, федеральное агентство ТАСС сегодня сообщило, что часть пенсионеров, положенные единовременную выплату в 5000 рублей, получат не вместе с пенсией, а уже после новогодних праздников. Специалисты Киевского пенсионного фонда сегодня прокомментировали эту информацию. Пенсионеры, которые должны получать пенсию с 3 по 12 января, в эти сроки получат только пенсию, а выплату в размере 5000 они получат чуть позже, с 13 по 23 января. А вот кто получает пенсию с 13 по 23 января, единовременную выплату они получат вместе с пенсией. Добавим, что в Киевской области ее адресатами станут 444,5 тысячи человек. Выплата является, по сути, альтернативой до индексации, от которой в этом году в правительстве РФ отказались. Первый сезон самого романтичного шоу первого городского канала подходит к концу. Финальный выпуск проекта «В активном поиске» выйдет в эфир уже в это воскресенье. Пока редакторы строят планы на второй сезон, мы решили вспомнить самые резонансные моменты из самых ярких участников первого сезона. Ольга Шмырьевна продолжит. Всем привет! Меня зовут Алина Мозгова, и это самое романтическое шоу на Первом городском канале. Шоу в «Активном поиске» 7 недель в эфире первого городского соединяет «Одинокие сердца Кирова». 7 получасовых программ «Всетки вещания». Это почти неделя безостановочного монтажа и 40 часов непрерывных съемок. У нас нет задачи брать там модели. Модели, да, там от 70 и выше, потому что это неправда. Да? Мы показываем город Киров. 420 минут редакторы проекта выспрашивали у потенциальных участников детали личной жизни, выслушивали претензии к бывшим и узнавали предпочтения при выборе второй половинки. Встретить партнера под прицелами камер и на глазах всего города отважились банкиры, электрики, мастера маникюра, продавцы и инженеры. В одной из программ за сердце героя боролись три лучшие подружки, доказав, что женская дружба все же существует. А другая участница шоу, Юлия, поразила всех смелостью. Уверенно держится перед камерой и без запинки отвечает на самые каверзные вопросы и также смело их задает. Сколько, по-твоему, должен зарабатывать мужчина и сколько зарабатываешь именно ты? Проект в активном поиске. Оказалось, для Юлии уже не первый опыт съемок на Первом городском. Правда, первый, где она принимает участие по собственной воле. Два года назад девушка попала в сводки программы «Место происшествия». После того случая, говорит, правила больше не нарушает. Вот так вот примерно проходят все мои вечера. Вообще в нашей программе было много интересных участников, но в сердцах кировчан и лично в моем сердце надолго останется Миша. Проверим, за сколько секунд ты организуешь спальное место. Секундомер. Все готово, ложись спать, дорогая. Отклик колоссальный, на самом деле, к Мише. Писали очень много людей, писали очень много комментариев под этим выпуском. Это простой парень, мастер цеха, с завода. На самом деле у Миши очень большая душа, потому что все его девушки были с детьми, и ко всем детям он относится очень трепетно. «Если я беру женщину с детьми, я ими занимаюсь, как своими занимаюсь. И хочется обратиться к тем девушкам, которые Мишу не выбрали. Вы многое потеряли. Вы потеряли прекрасный вечер с отличным человеком, и, возможно, в дальнейшем вы построили крепкую семью. Так что в следующий раз смотрите не на внешность, а на внутренний мир человека». Программа с любимчиком съемочной группы «Михаилом» обернулась чередой скандалов. Сперва в соцсети посыпались комментарии, мол, участницы идут на проект не ради знакомства, а за подарками. «Я пойду на свидание с Катей». «Под аплодисменты». «Если он меня выберет, естественно, я соглашусь с данным свиданием». «А мы предлагаем тебе взамен того, что ты не пойдешь на свидание, вознаграждение». «Наверное, все-таки я думаю, что мы не подходим друг другу. Мне захотелось получить какой-то сертификат». Не всегда участницам удается сдержаться и не посплетничать на съемочной площадке. Благодаря этому одного из главных героев заподозрили в нечестной игре. Якобы среди претенденток на первое свидание есть его девушка. «По моим сведениям, они встречаются». «Вы встречаетесь?» «Мы не встречаемся». «Ну, я…» «Встречаетесь?» «Я говорю так, как мне сказали». «Что ты не сказал?» «Уже договорились, что ты рынка». «Да, я сейчас девочка». «Ага». «Ага». «Да, это же не спрятан. «Не посмотрю». «Не посмотрю». Стоит отметить, что пару, о которой шептались участники программы, уже после съемок заметили на одном из мероприятий города. Сергей и Татьяну теперь тоже узнают на улицах города. Отмечу, путь к этой телевизионной встрече для Сергея был непростым. Участник самой первой программы был отвергнут героиней. Она выбрала другого. Но благодаря отклику зрителей у Сергея появился еще один шанс принять участие в проекте. И теперь уже он выбирал девушку для первого свидания. «На свидание пойду». «Станье». «Ура!» «Да, мы смотрели, мы вместе смотрели. Ну, так получилось, что мы запланировали это. Посмотрите вместе у Сергея дома, да? Интересно посмотреть себя на экране и одновременно на реакцию, скажем, Таня. Я слишком много щурусь. Я был слишком доволен, очевидно». Из семи телевизионных встреч пять закончились романтическими свиданиями. Пары встречались на катке, в ресторане, кинотеатре и даже в спа-салоне. Продолжают ли пары, сложившиеся на проекте встречаться, и кто из них отпраздновал Новый год, вместе узнаем в новом сезоне проекта «В активном поиске». Он выйдет в эфир уже в феврале. Если и вы хотите испытать судьбу, следите за анонсами на Первом городском канале, а также в официальной группе проекта ВКонтакте. Приходите на кастинги. Кто знает, быть может, именно вы в новом году под прицелами видеокамеры на глазах всего города встретите свою вторую половинку. Ольга Шмырина, Никита Рябинков, информационный канал «Город». И в конце выпуска о прогнозе погоды на завтра с ним вас познакомит Ольга Медведева. Снегопад предвещает дождливое лето. Если синицы чирикают с самого утра, ночью ударит мороз. А если человек родился в этот день, он будет немногословным и приветливым, и в качестве талисмана ему следует носить агат. Так гласят народные приметы, а я расскажу вам о погоде на завтра. 21 декабря в Кирове ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Температура воздуха днем минус 3 градуса, ночью минус 18. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба. Я желаю вам легкой среды. Таким был этот вторник, 20 декабря. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 54 18 19. В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова